привет всем добро пожаловать на мой канал и мы с вами продолжаем проходить half-life 2 эпизод 2 пир так и у нас продолжается автомобильная прогулка по лесу вместе с алис сайте горем у 5 я понял так а там что-то у нас порыть чё там торчит антенна это белая роща да ну окей пошли значит наша автопрогулка в принципе закончилась по ходу хотя мне кажется мы можем поднять ворота и поехать дальше но это дальше по ходу не поедешь перегородил дорогу своими телесами а алекс ты ешь давай двинули не ну хорошо что что не нам пришлось его взбивать пёс атакуй только так что ты выжил а я думал где наш дружок делся но он не но но завалил енки тетиши и бьются вот нет пёс насадила на дерево давай давай я надеюсь и не должен чему помогать это давай 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 он нет пёс ты че не упал в конце натуре приходи в себя он живой все хорошо страйдер мёртв пёс я очень рад тоже тебя видеть о мужики мы среди своих наконец-то так и сделаем спасибо спасибо пёс вообще красава вообще короче мы можем ехать да я понял пёс убери эту тушу если можешь а похоже нам опять нужна твоя помощь не возражаешь спасибо братишка чтобы без тебя делали отойди давай к базе наперегонки ну давайте попробуем если тут у вас так чисто можно гнать давай давай все мы приехали мы ничего там не пропустили из агонок наших здесь нет вот так и должно было быть я тебе поддавался дружок ты нам очень хорошо помог я на твой скучал братишка ага я тоже вот мы и белый рощ мы спели вовремя наконец-то наконец-то хорошо я рад что мы наконец-то куда добрались так нам туда да я пойду дайте агон что здесь алексы за мной ну ты за псом пойдешь так ну ничего в принципе интересно да 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 идем здравствуйте дом здарова куда вы да 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 дарова дружище это я алекс доктор примет сюда привет 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 как мы рады что ты наконец-то здесь а мы слышали что с вами приключилась небольшая не комбайны решили пойти напролом надеюсь теперь они усвоили урок не возражаете если мы оставим пса нет нет пёс ты все слышал я пойду к папе ну увидимся поищем береги себя а то еще вот пусть пёсик с нами останется не знаю мы потом покормим почешем пузик они вот я вам отсеки шахты сюда пожалуйста ну что пошли что чувствуешь я уже ничего не чувствую папа заждался так ну что ну что да ёл вашу мать включается я не могу вернуться к работе очередная ложная тревога во втором отсеке идем на прогулку узнаю доктора магнусона это у нас полная ты когда нибудь держал в руках АВ2 АВ2 нет вот АВ3 да ты еще раз АВ3 не существует в природе вот видите а в сити каждый второй ходил с АВ3 нет а вот и да ничего подоб стоп ты знаешь чем хороший альтернативный режим АВ2 убивает охотников на повал как вы в сити убивали охотников ну уж не из винтовки это факт мы сворачивали им шеей голыми руками я их десято которые два в день складывал ты ж это какой то заслонный казачок или трусит очень много с кулаками я в патруль не пойду я радист с меня хватит иди отсюда тебе не нужен этот урок а я не стану продолжать пока ты здесь нет уж я послушаю честное слово лучше уходи да вы тут какие то это странные а ну иди отсюда нахер я не буду вести тренировку пока ты здесь давай гонить его нахер он какой то мне кажется засланный от брина так алекс ты дальше пошла тут папа твой что сейчас затыкаешь пошли алло следовало братишка я тут да Смотри, кто со мной. Дочурка. Мне, правда, добавили две лишние тырки сзади у тебя под руками. Это нормально, все хорошо. Главное, что она живая. Да, мы с тобой отличная команда. За то, что он мечтает о мне. О-о-о, Элай, старый ты чертяка. Что с тобой сделали? Ага, да. Тут я, как бы, это... Я такой себе зять, если что. И со мной в ней дополнительные дырки появились, понимаешь? Не те, что надо, я про чистил, как говорит, а новые появились. Да, доктор Клейнер. Он там со своим хедкрабиком. Братишка, здорово. Как будто до сих пор соперничают за гражданами. А ты внимательно за... Да я вижу, внимательно смотри за всеми камерами. За нами был хвост. Есть предположение, сколько у нас времени до открытия сверхпортала? Точно мы не знаем. Поэтому не спускаем с него нас. А комбайны? Мы успеем запустить спотник до того, как они начнут штурить? Там придется нелегко. Одного единственного страйдера. Хватит, чтобы сбить ракету. Но мы готовы к встрече. Прости, что мы пришли так поздно, папа. Не переживай, Эликс. Все будет хорошо. Я так рад, что мы снова вместе. Я рада вернуться домой. Я как раз. Не переживай, что они появились здесь минуты назад. Ну, ясно. Э, она на двери сидит. Она внутрь летит. Она внутрь залезла. Я смотрю, вылетит, блять. Ну что сюда? Они просто неразначены. Данные. Главное, данные. Она внутри. Ты собираешься заняться синхронизацией спутника? Или нам отложить запуск, чтобы ты мог здоровы на обнимации на плах? Что, мне нельзя поздороваться с Алекс и Гордоном? Твой ручной хаткраб внутри. Тут работаю без передышки, пока вы устраиваете торжественный прием. Ну, давайте, давайте. Я только хотел сказать, ведь они могли. Не обращайте на него внимания. А теперь, дорогая, отдай мне диск с данными. Если я еще хоть немного задержусь, он будет предупреждать это мне до конца жизни. Держите, доктор Клейнер. Тут огромный объем данных. Что самое странное, пакет был прикреплен к сообщению Джудит. К сообщению? Джудит? Хочешь сказать, вы его не получили? Надо немедленно его посмотреть. Я расшифрую код. И мы посмотрим его, если помогать на центр. Боже, скорее. Поправлял провод, пока не разговаривали. Поэтому я так по-странному гнулся. Почему я работаю все время прерывай? Я понимаю данные, вся херня, но... Ракета очень важна, я понимаю. Там хаткраб внутри, вон, эта паскуда вот здесь. Сволочь. Вы закрыли ее внутри, она внутри. Твоя, блядь, хаткрабша внутри. Тебе все равно нечем заняться. Сходи в этот раз, шах. Да. Гордон, если не возражаешь, проверь, что там такое. Нам всем будет спокойнее. И соединяйся к нам, когда закончишь. Ну, хорошо, конечно. Единственная работа, если есть, то как бы делать нехер это с я. Я же, блядь, только с отпуска вернулся, да? Двери заблокированы по тревож. Так что тебе придется идти по дну пусковой шаг. Я открою люк, через который ты спустишься. Хаткраб внутри. Я предупрежу, чтобы он впустил тебя во второе си. Хаткраб внутри. Ну, хорошо. Там только хаткраб внутри. Я смотрю, вам всем насрать. А то вы не плачете. Что здесь у вас? Кто тут нарушает? Из-за кого тревога? А? Э? Ничего? Нормально? Внимание всему персоналу. Говорит доктор Магнус. Поскольку сотрудники второго отсека шахты не в состоянии решить проблему с воротами и собственными силами, мы поручили эту задачу небезызвестному доктору Фримену. Надеемся, он найдет решение. Тем временем я жду от персонала шахты объяснений по поводу того, почему они не могли сделать этого самостоятельно за внимание. Так. Профессионал пришел разбираться с вашим бардаком. Сейчас порешаем. Партигон! Эу! Что-то вы морозитесь тут. Партигон, ты странный, ребята. Я не до конца иногда уверен, что они хорошие. Так. С парочкой аккуратней, там работайте. Ясно, короче. Стой, ёп. Так. Почему я не могу открыть? Ну, точка. Клоком разбить. Эх, эх, нет. Могучая манкировка. Эх, братишка, помоги. Ты такой самый сообразительный. Вартигон. Ты в научном халате, да, ты типа ученый. Фремен. Да. Здорово. Магнусен. Велел мне пропустить тебя во второй отсек. Во второй отсек можно попасть отсюда. Разум Магнусена открыт природным силам. Да, это хорошо или плохо? Ладно, не буду отвлекать работой. Ты явно занять чем-то важным. Слышишь? А что? Что тут? Что там? Набрано. Лево вверх. Что там? 10, 16, 23? Да? Нет? Понятно. Хм. Что-то, что-то странное. Интересно. Так, ладно, я пошел дальше. Да я только начал, умолкни. А что это? Что это? Да какие пернатые. Сейчас по-любому комбайны полезут. Хэткрабы. Все, кто может. Ага, дружище, я иду. Что тут у тебя? Вот сюда. С чем разобраться не можете? Магнусом, да? Магнусом, да? Ёп! Магнусом! Боже мой, это они, они! У нас... У нас все херово. Держи внимание, говорим доктор Магнусом. Прорваны внутренние линии обороны базы. Мы пытаемся локализовать точку прорыва. Все совсем херово стало. А ты пытайся со мной воевать или нет? Ребята, по-моему, все очень печально. Патроны. Мне подствольник бы на нее, а не патроны. Вы как? Там кто-то еще есть или вы уже чисто... Слышите, короче, жопа. О, мою бочку взорвали, суки. Э, мне это не нравится. А вы можете как-то так подходить, чтобы я мог вас дамажить? Так, один вон. Да, и, блядь! Они у меня попадают за сквозь оттуда-то. Слышите, не, по-моему, это херня. Ну как херня? Ну типа... У меня один херня дамажит. Да, японский вас бог, блядь! На, блядь! Один! Петух! Слышите вы, блядь! А нет, стоп! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Сейчас я, блядь! Так, а у херня двое, да? А я петушня летающая! Ай-ай-ай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Ну, сука, блядь! Иди нахуй сюда! Все! Иди сюда! Да нет, стоп, я забываю. Давай-давай-давай-давай! Все! Мать вашу! Я всех убил. Ой, господи! Хорошо, что живой хоть остался, а! Ой, а там Алекс! Илай! Илай! В опасности, как всегда! А я где-то лажу! А я где-то лажу! Вы сами меня вечер, отправляйте! Хер пойми куда! А я типа вообще должен мог бегать вас с этими бочками тут кидаться! Ну, я не знаю, мне вот эти ваши дротики, блядь, они все взрывают! Эти бочки взорвали бы у меня в руках! Расправим себя! Да, под ствол, под ствол был бы на этот, как его, на автомат именно, на штурмобой винтовку или АВ-2, если это АВ-2, не знаю, то о чем они там говорили тогда персонажите. Нет! Так, мне брони бы, ребята! ХП-2 я как-то более-менее восстанавливаю, не сильно трачу так. Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху! Есть один под ствол. Да что ж такое, можно что-то кроме аптечек, а? Там, как бы, подствольник на ПП-2. Откуда, правда, он вылетает? А вот это, типа, под ствол. Ну, то у меня один остался. На автомат бы. А вы мне аптечек, блядь. Да хоть бы щит дали. Вот, господи, ну кого хера, серьезно, со всех, прям, что можно. Ящичка, вы попадали тупо аптечки. Так, мне надо вон туда, да? Да, или что, как? Движок, иди в жогу. Это, типа, просто все места эти, все для кого, просто, чтобы я тут маневрировал, да? Типа, во время боя этого. Ну, ладно, хорошо. Так, а тут что-то опять. Я... Ящики. Да и тут ты шо, блядь! Чокнутый. А-а-а! Я не мог отойти, блядь, назад. Я бы что-то... Уперся, блядь! А, я схватился за лестницу, я, блядь, ходить. Вот, че я какого хера, я, блядь, я хотеть не могу. А вашу, блядь, сука, я зажал дробовик. Я тут, блядь, читаю, то, что я за лестницу схватился. Ёбаный ваш урод, блядь! Вы меня взбесили от этой херней только что, блядь. А, еще и эта хуета живая, блядь, а, ёб... На! Дейдите нахер, блядь, я пошел за аптечками, блядь. Давайте, ёбаный ваш рот, блядь! Где тут, блядь, куча аптечек у нас была? Давай, иди сюда! Ебучие механики, блядь, условности и прочая шляпа. Я успокоился. Да, блядь, ты чё, блядь, ты когда... Сука ты, ебучая, блядь. Турель ты, вонючая, блядь. Ты когда-то, нахуй, блядь, умрешь! Ага, ясно. Фуу! Я ее сразу сбил Знаете что вам, вдалонку, блять Что херово дергаю, блять Что херово стреляю, блять Чё они сразу как-то не умирают, блядь? Ты японский бог, блядь! Убей меня, убей! Не смог, блядь, лох, блядь, пошел я чучело, блядь! Ой, господи, блядь! Ну, за хуй, никто не хочет меня убить, я вот сейчас прям даже разрешаю, я не расстроюсь, блядь! Я сейчас, блядь, сам застрелюсь сейчас, если мог бы, блядь! А на-то, она отбрасывает, блядь! Ты знаешь же, не можешь нормальное бросить, блядь! Нахер ты за нее берешься, блядь! Убеди, нахер, блядь! Кидает, кидает, блядь, блядь! Таким главным героем, как я, блядь, и противников не надо, блядь! Так... Ты один там, нет? Так, это турель... Ууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ты сдох а вы я смотрю все уже да полноценно как рядовые противники уже блять выходите и делай с вами что хочешь блять дайте сохраниться я вроде жив и относительно здоров нет сейчас еще подкакчет этих блять люди кони кроллы к блять я начну тогда уже бочками кидаться измениться шо вы хотели вы как-то совсем неудачно десантировались шо где что был за звук хоть то хрена очень много бочек ну наверно для для этого урода было это хорошо я не могу да то они как вот запрыгнуть а если там ну не знаю ящиков по принести этих блять слышите так ну давайте я как-то это сначала робота спуститься вылезут все вот это блять я тут плыть да ну еще я не могу плыть глаз садить гордон выпрыгивай да выпрыгивай гордон блять нет какого блять твое блять это конечно пиздец блять сейчас будет манцы я чувствую опа так теперь а ну-ка мы же не обязаны идти там как вы хотите я хотела дать подождите я знаю зачем хорошее время сохранится я хочу повторять прорыв во втором отсеке шахты ага я доверен изолировать отсек да хамуха а так это дальше шоу фримен 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 ты меня вообще слышишь да шоу блять слышу ты доверен изолировать отсек да ты шо блять иди сам изолирую блять доверительный ты наш блять что б не упасть блять ого смотри как я не люблю эти блять долгие подъемы по лестницам ну куда то поднялся да вот сюда ой ё ой ё так что точно ничего уже делать не могу как же ж мне блять изолировать этот ваш грёбаный отсек я да я так тасс и стыжок ну шо там пулеметчик каждый так я жив-здоров надо действовать нашу тут у нас баллоны какие-то стечки ой зря я их наверное использовал у меня здоровье было нормально мне кажется сейчас и тут будут идти охотники херово кто никак их назвать так давайте пройти так и мы с вами продолжаем у меня был небольшой курьез я тут с подствольник всему в упор в эту машину пошел нахер и блять козел вот так да все делаю там он что-то а стреляйте стреляйте блять вы дебильные блять мой мозг здесь советник где-то рядом ребята так да ему хотят пулемета от этого отстреливать тех кто были сверху зачем все все кончились все хорошо нужно это нет так ребят но я справился как всегда я тоже рад знаете ли это часть позади мы не могли попасть внутрь пока ты не запечатал шахту двери бункера были заблокированы по истину это печально все в порядке как и всегда в общем я был самой жопе но со мной все хорошо то вы все же этому привыкли все в порядке папа благодаря гордону база безопасности мы сейчас подойдем пускай фримен следует за нами пошли алексей ешьсям алекс венс принят на себя роль сопровождающей времена я вернусь к своим почетным обязанностям а это ты меня вот этот и меня провел да далеко провел ничего не скажешь сказал что джудит улетела на север сразу же как они прибыли сюда но он не сказал зачем да ты 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 добавить ничего не хочешь нет ладно мы пошли на данном этапе сложно оценить размер разрушений сказать осталось ли там что-нибудь что могло бы навести альянс на наш след я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов если объект там где мы думаем понадобится не более прерываю трансляцию кажется нас засекли нельзя было ее отпускать погоди тут есть что-то еще это же бурей боже правый невероятно что бурей он действительно существует да да несмотря на свой мифический статус это реальный корабль наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно много обещающий проект но они так спешили обойти черную мезу и получить грант что пренебрегли стандартными мерами безопасности мы слышали что корабль просто исчез испарился со всей команды все думали бурей сгинул навеки лучше бы он сгинул да но теперь мы сможем использовать его против комбайнов использовать его надо уничтожить но подумай о том какой это козырь для человечества таким мощным оружием нельзя черная меза так ничему тебя не научила такую мощь невозможно контролировать элай риск конечно есть но у нас в руках координаты чертежи радиочастоты со стороны доктора мосман было очень умно зашифровать их в этом сообщении значит она все еще жива а если ее схватит комбайн они вытянут из нее все что ей известно полностью разрушил мозг но вовсе не обязательно что я не стану полагаться на случай я лечу за ней если может быть что-то хуже чем пленение джудит это твое пленение пускай она что-то знает морей но в твоей голове все планы сопротивления папа доктор клейнер прав мы с гордоном отлично справимся алекса ты помнишь там гребаный джимен хотел что ты что-то передала папе они предвидны их последствиях вся команда блэк мессы а это этот доктор как его брин а вот и слова джимена не зря я только что про джимена помню что-то мне не нравится это все и здесь где-то советник если вы не забыли где-то рядом советник да конечно давай давай иди мне кажется сейчас будет что-то нехорошее дело братан последствия ну как тебя рядом с тобой сяду последний раз я слышал эти слова в черной меди ты вошел в испытательную лабораторию и вдруг он прошептал их мне на ухо ты знаешь о ком я говорил о нашем общем друге джимене когда он принес кристалл я понял что я понял что испытание надо остановить но не остановил в тот день мир рухнул в картерах а теперь теперь он использует мою девочку говорит ее устами будь он проклят кто он такой что он спас весь каких-то чертовых личных соображений кто он блять такой мне столько надо тебе рассказать я с удовольствием послушаю конец то у нас есть возможность ам держи все в порядке да вроде бы да док шо там мы не сумеем произвести запуск пока эти страйдеры о простите что прерываю ваши чаи пить если желаете я подожду пока вы закончите все в порядке доктор давай по делу я нашел тебе идеальное применение идем скорее поговорим потом я вас дегаль главное чтоб у нас была эта возможность поговорить на какого то херовое причуствие насчет этого всего как будто ладно в сторону дурные мысли так и мы с вами продолжаем любой из них способен уничтожить нашу ракету это херово запускать ее пока есть угроза угу ты доказал что умеешь преодолевать трудности и персонал тебя уважает я передаю шутку белой рощи и мое новое гениальное оружие антиграф какое то да мы называем новое оружие какое то будет устройство не то чтобы я отешил этим свое тщеславие но просто это название удивительно прочно эй поживее прогреть портал по проблеме с озвучкой что не все фразы не договаривают были пучки только немного сложнее окей чем я кидать должен гравипушкой прикрепить ее к корпусу страйдера а затем взорвать я не успел изобрести механизм способный подбросить ее на такую высоту но твой манипулятор энергетического поля нулевого уровня справ идем за мной успеешь потренироваться пока еще есть то в этом то разогреваете портал какой то вы ничего через портал будете снаряды передавать я так понял взял бросил приклеила убила понял вот этот страйдер а почему мы будем передавать он не живой типа да а угу эти устройства отключены ради безопасности базы в отличии от боевых они не могут взорваться смелее бери бомбу так ну давайте вот так теперь все в корпус хорошо теперь достань любое оружие и выстрели в бомбу ааааа мне еще в нее попать надо ну так конечно не очень удобно вам хочу сказать с близкого расстояния все выглядит элементарно учти что боевая цель при этом будет двигаться а теперь несколько усложним задачу да ты что. будет двигаться У нас тут мишень на дальний конец рельсов. Попробуй теперь. Я попал. Великолепное изобретение. Не правда ли? Когда решишь, что набил руку, вернись. Давайте для приличия еще разочек пинем. Как бы, ну, в принципе, рука набита, я так могу сказать. Да. Обрел уверенность? Твоя машина заправлена и готова ехать. В каждой постройке долины есть такой мини-портал, так что бомб у тебя будет предостаточно. Мне пора вернуться к ракете. Еще опять на машину садиться. Надеюсь, ты не разобьешь мои иллюзии и моих Магнус-сынчиков. И еще, Фримен. Если ты справишься как надо, я прощу тебе то фиаско в черной мезе. Думаю, ты понял, о чем я. О некой истории с кастрюлькой до микроволновки. А-а-а. Так это твой хапчик был. Я понял. Доктор Фримен, посмотрите. Что? Типа, а-а-а. Я позволил себе немного усовершенствовать вот здесь. Здесь я соорудил полочку для устройств Магнусона. Угу. Хорошо. А еще подкрутил радар так, чтобы он показывал комбайнов красными точками. А если вы заблудитесь, он будет посылать сигнал на ваш костюм, чтобы вам было легко отыскать машину. Можете меня не благодарить. Взгляните на карту. Мы сейчас здесь, на южном краю долины. Остальные ребята тут, у старой лесопилки, к северу отсюда. Найдите их, и они посвятят вас в план ведения боя. Я останусь здесь, чтобы наблюдать за сражением и докладывать об изменениях обстановки. Удачи. Да? Ну окей. Спасибо за апгрейда. Бомба у меня одна, и они будут здесь появляться? Или я чисто могу себе как бы ложить одну, как бы, прозапарт? Я не особо понял. Ну, базука, базука у меня есть? Ну, не знаю. Можно еще одну положить? Почему? Ты не можешь лежать в машине, нет? Тебе нахер, блядь. Ну, тогда это тоже бессмысленно. Так. А что еще интересного расскажешь, покажешь, а? Что тут? У вас. Ну вот, типа, репортатор этот. Да. Так, друзья, наверное, на этом мы будем и завершать сегодняшнюю серию, а в дальнейшую же путь и в сражение с трайдерами мы отправимся в следующей серии. Я думаю, это уже, скорее всего, путная на финальная серия в прохождении эпизода 2. Вот, а потом нас будет ждать Алекс. Ну, именно, Half-Life Алекс, а не просто Алекс, где-то нас будет стоять ждать. Вот. Надеюсь, вам нравятся мои приключения так же, как и мне. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И если какие-то вопросы или просто желание пообщаться, пишите свои комментарии, постараюсь вам ответить. Вот. Жду вас в своих следующих видео, а сейчас всем удачи, всем пока.